Не успели мы поделиться новостью, что Рено готово продать акции АвтоВАЗа за 1 условный рубль, как последовали свежие подробности этого громкого бракоразводного процесса. Как сообщает Дром, 68% акций АвтоВАЗа, точнее совместного предприятия LADA Автохолдинг, передадут на МИ. Но государственный научный центр будет не владеть, а только управлять этим активом. Как сделку оформят юридически, пока неизвестно. Сами переговоры сейчас идут полным ходом, а главный незакрытый вопрос – возможность поставки компонентов из Румынии и Франции. Это необходимо для возобновления производства двух ВАЗовских моделей на платформе Global Access – Largus и X-Ray. В случае полного ухода французов попрощаться придется и с перспективными моделями на платформе свежего Логана, преемницей Гранты и новой Нивой третьего поколения. В них изначально заложено слишком много импорта, который практически невозможно заместить российским или китайским. Впрочем, как подтвердили Автоплюсу собственные источники, работы над новинками продолжаются. Почему их не останавливают, непонятно, пожалуй, никому – ни управленцам, ни инженерам. Однако очевидно, что если бы группа Renault уходила окончательно и бесповоротно, то разом закрыла бы доступ к своим платформам и агрегатам. Также кипит работа над упрощенными версиями существующих моделей – Гранты, Нивы и Весты. Теперь мы знаем, что это будут доступные машины без сложной электроники и с моторами Евро-3, которые узаконят временные версии технического регламента. Кстати, как сообщает паблик Автоград Ньюс из соцсети ВК, в Тольятти серьезно настроены насытить голодающий российский рынок именно такими ободранными, выражаясь заводским сленгом, автомобилями. В месяц Автогигант якобы планирует продавать сразу по 30 тысяч упрощенных лад. Это примерно соответствует докризисной загрузке автоваза. Главное, чтобы цены были действительно доступными. Еще один слух – будто площадку Лада-Ижевск, где делают Весты, в ближайшее время остановят до осени, а сборку модели перенесут на основной конвейер в Тольятти. Никакого подтверждения этой информации нет, но предварительный сценарий описан так. Избыточный персонал тольяттинских цехов начнут распределять по другим производствам, а сотрудников Ижевской площадки отправят в простой. Такая рокировка позволит избежать финансовых потерь, поскольку избавит автоваз от необходимости доставлять узлы и агрегаты за 600 километров из Тольятти в Ижевск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова